Мэнс Хэллс Комментировали чемпионат мира по футболу Ну что, YouVision, как всегда, привет. Сегодня у нас, я думаю, интересная персона. Сейчас мы это будем узнавать. Существует холдинг у нас, где огромная куча журналов глянцевых. Туда входит, если я не ошибаюсь, поправьте. Космополитен, Мэнс Хэллф и еще куча-куча. Все другие. За рулем вокруг света. Тайм-аут. В общем, это уже очень серьезная, я думаю, организованная преступная группировка. Она на рынке. Столько брендов содержать. Это надо полагать что-то однозначно очень серьезное. И вот один из хедлайнеров одного из журналов, одного из таких уважаемых брендов Мэнс Хэллс. Это, по-моему, его все знают. Я вот сейчас ехал на интервью и девчонки с YouVision блогерши сказали, а с кем интервью будет сегодня? Я говорю, с главным редактором Мэнс Хэллса. Они такие заценили. И такие почесались. Да, да, там не знаю, что-то там. Ну да, они почесали свое. Что-то почесали. Вот. Объясни, Андрюш. Андрей Жарков, да, то есть, как бы объясни, Андрюш, такую вещь. А как вот, ну, вот они все еще вот такие говорят ООООО. То есть, вот, как это вот прокомментирую как-нибудь. Что такое вот это ООО, да? Да, что такое вот это ООО? Вот для... Там же, понимаешь, какая-то глянция. Это же такая философия. Там же не просто так, да? То есть кому нужен этот журнал там разноцветный, там ля-ля-ля, да, без философии? Я думаю, что вот это вот ООО – это не философия. Это отношение к привычным, к модным вещам, которые человек где-то видит и понимает, что это откуда-то оттуда пошло. Мэнс Хэллс, о чём жена, может быть, они и не знают, но они ооо говорят, потому что это вроде как круто. Ну ладно, типа Гуччи, ооо, я не знаю, хренючий, ооо. Мэнс Хэллс, оооо. Супер, ты хренючий, да, говоришь, это нормально? Без проблем. Не, ну ты же как бы по сценарию такое там… Не сценария. Не, не, ну… Никакого. Не, ну это хорошо. Ну я к чему говорю, что меня он всегда ругает, да, там нервишь ты там, быдло, блин, ты ругаешься. Ну я и правда, бывает, ругаюсь, но как бы, видишь, вот хорошо, что… Ну быдло же разное бывает, бывает агрессивное, бывает инакомыслящее. Инакомыслящее, да, вот это хорошо. Мы всегда рады в своей там программе, да, вот я очень рад. Я часто ловлю себя на таких как бы мыслях у тебя, наверное, тоже такое бывает. Вот приходят какие-то материалы в журнал. Вам, кстати, кто пишет, местные или… Вот расскажу. Давай. Вообще это сеть. Мэнс Хеллс. 45 изданий по всему миру. Я об этом рассказываю, наверное, раза два в неделю. Ну да, ты уже… Приятно людям узнавать, потому что… Такой некий стереотип. Кто-то пишет, никто не пишет, свои пишут, приходят материалы. Все выкладывается на единый сервак. То есть есть в мире, в Америке находится в Родейли, издательском доме, единый сервер. Куда все это сыпается ежемесячно. Вот. И оттуда… С этих 45 субкоров, грубо говоря. Ну, грубо говоря. Таких больших, да. Глобальных. Австралия, Южная Америка, Южная Африка, Корея, Сингапур даже. Все это сваливается в единую кучу. Вот. И потом умными людьми берется к себе, переводится и уже издается на своих страницах. К примеру, Россия. Делает свой Men's Health. Все думают, что если у нас там 70% материала, то это российский материал. Ничего подобного. Так же Россия 70-50% берет еще откуда-то. Британский Men's Health, американский. В общем, такая куча, дружная семья. Все это к нам попадает. Плюс мы это дополняем какими-то своими материалами. Но я не хочу вот так вот в грудь бить и ратовать за то, чтобы был казахстанский контент. Потому что качественно в первую очередь. Если это будет интереснее, чем написал кто-то там, то да. Нет? До свидания. Слушай, вот такой у меня вопрос. Вот я знаю, допустим, у нас есть ротационные радиостанции. Как правило, все радиостанции, которые на слуху у нас ротационные. Вот у меня по ощущениям не складывается, что и большинство франчайзинговых вот таких журналов, они тоже как бы ротационные. Я понимаю, что сейчас где-то это не очень приятно слушать. Но де-факто, то есть местный контент это те же самые дырки в эфире, которые нужно заполнять. Ну и еще, если получится сделать утреннее шоу, то это... Ну рубить бабло это надо, потому что это бизнес. То есть это нормально. То есть вот у вас как-то по-другому все происходит? Есть такие моменты. Но я не скажу, что лично мной, журналом правит вот этот ротационный момент. Самое главное это интерес. Интерес читателя. То есть я простой парень, который прошел через сложные там конец 80-х, начало 90-х. Ты сколько лет через 80-х? Я в 80-х пионером еще по-моему найду. Подожди. Ну я в 89-м в школу пошел и уже прям так начал активно интересоваться жизнью. Пошел в 89-м. В первом классе ты уже начал дизелить. Я вообще, знаешь, вот мы сидели с Еликбаевым. То есть он сказал, что глянцы как бы в привычном своем понимании, да, как бы умерли. Вот все говорят, вот книгу будут люди читать. Почему? Потому что ну есть культура чтения книги. Вот она у меня допустим. Хотя тоже неправда. Я вот сейчас взял там новый Samsung Galaxy S2. У него больше экран, нежели допустим. Чем книга? Нет, нежели у iPhone. И в нем вот уже удобно читать электронные книжки. То есть и все уже. Вот я не буду тебе книжку покупать. Ну буду, но как бы вот уже 50 на 50. То есть и идти, допустим, покупать в журнале, точнее в киоске журнал, да, который можно скачать электронную версию, да, значительно дешевле. Я считаю, что я человек тактильный. Как еще раз? То есть тактильные чувства для меня очень значимы. Ну, когда моя любимая газета «Спорт-экспресс» стала впервые появляться в сети, я загорелся этим, читал, но потом понял, что не получает этого кайфа. Для меня гораздо важнее купить газету и уже пощупать, понюхать всю эту типографскую, ну, видимо, тактикоманские какие-то у меня отклонения есть, типографскую краску посмотреть, увидеть, подержать, завернуть с собой, там, не знаю, рыбу в нее положить, в сумку. То есть, вот это кайф, это жизнь. А вот это, вот это суррогат. То есть, так же ты, ну, посмотрел в интернете. Еще, ты забыл, эту пилотку надо делать, вот эту вот, всегда из газеты положено. И на ремонт шваривать. Да, и ремонт, да. Вот, то есть, есть люди, которым важнее открыть журнал, посмотреть. А сколько тираж? 15 тысяч экземпляров. То есть, 15 тысяч это раз в квартал выходит, правильно? Нет, раз в месяц. Ну, за месяц, ежемесячный. Вот. И всегда, вот, покажите адресную рассылку, да, куда девается 15 тысяч. То есть, всегда примерно вот такие цифры, поправь меня. 2 тысячи мы развозим адресно, да, то есть, ну, условно, да. Часть у нас идет в киоски АИФ, да, там, ну, скажем, там, 3-5 тысяч, да, вот примерно такой процент на это. И 10 тысяч у нас идет в регионы. Вот это вот очень грамотная, да, такая фраза. В регионы, спрашиваешь, куда, ну, в регионы. Ну, там, в Астану, там, начинают города перечислять. То есть, ну, я знаю, какие у нас регионы, как называется. То есть, просто мы же сейчас сделаем программу в интернете, и мы же понимаем, что внизу у каждой программы по чесноку есть комменты. И, как правило, если мы какой-то, я заметил, вопрос там, лучше, короче, самим признаться, чем тебя вывезут на чистую воду. Нет, чем вот этот срач, да, там, я не знаю. Не, а какой срач? Ну, в смысле, да, бизнес по-казахски, все об этом знают. Но, в целом, то есть, вот эта вот система, она действительно работает. Нет у нас адресной рассылки. Это раз. А, во-вторых, есть дистрибьютор. В розницу идете? Дистрибьюторам отдаются, там, допустим, кипа. Тот-то город, там, такой-то кивоск. Ну, в смысле, они там уже, у них своя сеть. Все, я понял. Это расходится потом на вот эти маленькие точечки там. Есть некий процент возврата, то есть, погрешность. Невозможно напечатать ровно такое количество номеров, экземпляров, штук, чтобы это все продалось. То есть, обязательно там. А сколько в розницу стоит журнала? Рекомендуемая цена? Ну, 330. Где-нибудь в аэропорту можно купить за 900 тенгер. Нет, ну, в аэропорту там и Сникерс 300 тенгер. На заправке Лукойл я недавно видел 600. То есть, вот так, разброс. За 330 купить реально? Два бакса они прикручивают, получается, где-то. Да кто пять? Нет, ну, аэропорт это не в счет вообще. Там нету советской власти. То есть, там, ценообразование, то есть, это нормально. То есть, средняя цена по городу, по моим наблюдениям, где-то в районе 500 тенгер. А можно вот узнать? Я просто, если честно, мне вот за кадром мы говорили, что мне будет очень интересно говорить про глянцы, про журналы. Потому что я вообще не глянцевый человек, по-моему, это заметно, видно и очевидно. Ну, глянец это же, это что-то такое на уровне, я не знаю, каких-то предрассудков. Какой глянец? Если мы там разговариваем с читателем, во-первых, на ты. А Космо нет у вас? Есть. Ну, в смысле, я там не работаю. Да? Просто вот, ну, девушка Космо это... Ну, девушка Космо, да, это некий такой, не знаю, образ. Да, да, да. Вот. Хорошо, а какой мужчина Men's Health? Это друг, это брат, это приятель. Мы с ним на ты. Мы его не учим. Мы ему помогаем, я не знаю, мы у него даже спрашиваем, мы ему рассказываем. Все это в какой-то игровой форме. Стёба не чураемся ни разу. Хорошо. То есть, очень просто и доступно. Мы рассказываем, мы там берем какую-нибудь животрепещущую тему и давай не трепаться. То есть, все, о чем мы говорили, комменты и прочее прочее, у нас уже существуют в наших материалах. То есть, на этом уровне. Мы отступаемся... Нормальные комменты почитаешь на YouVision. Вот. Те у вас, которые, это не они. Это я вам точно скажу. Потому что у нас есть... Причем, чувак, я не говорю, что там будут плохие, да? То есть, как бы, ну, последние вот животрепещущие темы, которые интересуют мужчин. Вот шибко интересно. Потому что я говорю, я... Ну, в смысле, они не последние, они всю жизнь, они и те же темы. Спорт, женщины. Ну, или женщины-спорт. Работа. Ну, в нашем случае, жрачка, еда. Ага. В нашем смысле? В каком? Ну, мэнсхелсовском, в формате. То есть, у нас определенный, вот это вот модное слово, которое я не люблю произносить, но я его сейчас употреблю, сегмент. Нет, ну, ничего, это не самое страшное. Ну, оно уже что-то как-то вот... Вот это вот, которое ты сказал, вот я опять его забыл. Ну, какой такой вот прикольный. Терминатор? Нет, нет, нет. Терминатор вот до этого был. Тактильный. Да, да, вот. Ну, это когда человек испытывает самые там прекрасные ощущения. Тактильных. Я все-таки не понимаю. Тактильный, в смысле, дотронуться, пощупать, почувствовать, ощутить. Тач, слово. Ну, тач оттуда. Прикоснуться. Все. Не, ну, это темология. Да. Окей. Короче, как всегда. Бабы, тачки. Бабы, тачки. Тачки, гаджеты. Бабло. Бабло спорт. Побежать. Ну, бабло, бабло нет. Не в первую очередь, даже не в четвертую. В принципе, пять основных тем. Это бабы, отношения. То есть, мы это раскрываем там у себя на страницах более подробно. Не просто женщина, вот как она есть, а что вообще там. То есть, это понятно. Персональный компьютер. Мужчины, читающие Манхеллс. Я больше скажу. Манхеллс, они могут вообще женщину бабой называть? Конечно. Почему нет? Нормально. Легко. То есть, это не оскорбительно ни в коем случае. Как оно есть? Баба, вот чувак. Девушка, девушка. Баба, баба. Ну, ладно. То есть, мы это у себя раскрываем более подробно. Интересно. Я более того скажу. У нас еще и женщины читают. Ну, это нормально. Если это 4 года назад было 14%, сейчас 23% читательской группы. В смысле? Ну, они хотят так это. Ну, они хотят, типа там, как подойти. Что нам надо? Да, да, да. Многие мужики космос читают. То есть, ну, вот. Ну, здесь посложнее, конечно. Я бы им просто не рекомендовал. То есть, в целом, ну, по моему счету, ну, короче, ладно. Не, это прикольно. Я попробую. Потому что мы, допустим, можем там в порядке бреда затронуть тему, которую там, не знаю. Мне кажется, просто Виш – это настолько мощные медиа империи, да, вот, двигают вот эти журналы. И они настолько мощно умеют создавать вот эти бренды, создавать философию, да. То есть, вот взять вот ту же куклу Барби. Почему у куклы Барби, если ее перевести на масштаб взрослой женщины, у нее сиськи третьего размера? Почему у куклы абсолютно женские формы? Это что, нормально? Ну, это же воспитывается. Нет, подожди, подожди. Вот тоже самое. Создали, как бы, вот эту девушку Космо. И в начале та девушка, которая была Космо, это была действительно прогрессивная, да, там, правильная. Сейчас, мне такое, по моим ощущениям, я просто пару раз брал, и прям вот тест, и вот читал, там, ну, как там, чтобы он там от меня не ушел, там, или ко мне пришел. Сейчас это чикса. Да, понимаешь, сейчас это вот, вот, заметьте, а тебя не уволят из холдинга после того, как ты их чиксами обозвал? А за правду можно уволить? В нашей стране, да. Чувак, ты че, блин, да ии, в любой другой столе, ты сейчас взял, блин, того. Ладно, мне можно, да, там, у меня это особо, а, нету башни, б, мне пофигу, да, то есть, но ты же, как бы, ангажированный, да, то есть, человек, ты взял там огромную аудиторию целого журнала. Представляю, как обидно. Она покупает, ходит каждый месяц чехлиться по 6 долларов. Это я тебе уже приказ твой зачитываю об увольнении. Ничего страшного. Не, ну, you're welcome. То есть, это очень хорошо. Как бы, ну, я, между прочим, тоже на тех позициях, как бы, стою, потому что, ну, я согласен, есть правила, но, с другой стороны, вот, нарушение вот этих, тупое исполнение вот этих правил, оно и ведет... К деградации. К чиксиванию нормальных, как бы, женщин, понимаешь, потому что, все, вот, нету у тебя этой сумочки, все, блин, какие-то кирдык. Жизнь закончилась. Если ты не умеешь шопингом заниматься и не любишь им заниматься, да ты не девушка, космо, блин. Ну, ну, как так? Ну, я, ну, что... В общем, самое главное, человек должен еще уметь и самоанализировать себя, иронизировать себя и вообще относиться к жизни проще. То, что мы создаем, я знаю, прививая вкус к красивой жизни, я считаю, что это крайне неправильно. Нужно прививать вкус не к красивой жизни, красиво, в кавычках, а к нормальной, естественной жизни, хорошей. Хотя я не люблю слово «нормальный», что такое норма, хер вас знает. Вот. Но, в принципе... Выгоняйте Андрюха. Он же знал. Ну, ничего, да, я только... Не пропаду? Не-не, я тоже так думаю. Ну, тут... Я даже... Мне, кстати, курить нельзя. Почему? Ну, манс халл, все дела. Можно? Чувак, бухни даже. Вицы хочешь. То есть, это вообще... Мое личное наблюдение, то есть, люди, которые вот так, как ты, допустим, фрондируют, как ты вот имеют, оставляют за собой право иметь собственные суждения... Право иметь право. Да, право иметь право. Потому что это по ночью и временам тоже ценность большая. Конечно, нелегко им будет по жизни, то есть, вот, по моим ощущениям. Тебя вот как вообще занесло в редактората Мэнс Хеллза? Надо полагать, там, биография-то... Ну, в первом классе ты уже звезды идешь, начал вырезать. То есть, вот... На спинах фашистов. Да. Не, очень весело занесло. Со второго раза, кстати. А ты как, журналист вообще по образованию или там... Самое, что ни на есть. Вот, меня все ругают, что я не готова... Я готовлюсь там к интервью и вообще как журналист я там полное... Ну, типа, говно. Но, блин, да я вообще не журналист. То есть, я просто блогер. Я веду свой мультиблог. Я журналист, но к интервью тоже никогда в жизни не готовился. Начал работать «Зеленых соплей», когда мне было 14 лет. Я пошел в кружок «Юнкор», но задержался там минут на 20, после того, как я понял, что это надувательство. Потому что главный «Юнкор», главным «Юнкором» был дедушка 60-летний. У него здесь был бейдж «Юнкор». Я понял, что здесь что-то не так и ушел оттуда. А потом стал пописывать, куда попало, во всякие газетенки. При помощи опять-таки старшего брата засветился несколькими сюжетами на радио и телевидении. То есть, на телевидении, потом на радио и репортаже. И когда я поступил на первый куржур фака в 2000 году, 20 сентября, 23 даже, я уже устроился в газету в штат. И пошло-поехало. Меня оттуда выгнали. Ну, почему-то я это верю. За то, что я написал неугодные руководству слова про футбольный клуб, который они спонсировали. Ну, ничего страшного. Не, ну у тебя что-то совсем башен нет. То есть, они в смысле там поднимают футбольный клуб, а ты взял его и обозвал. Я не обозвал, а правду сказал. Ну, понятно. Вот. А потом работал на радио, на телевидении, комментировал футбольный чемпионат мира в 2002 году. Кстати, много шума было. Там какой-то обсирали, да? Да, страшно. Наверное, если б тогда был «Ювижн» или прочие ваши филоги, комментов было бы больше. А, там какой-то, короче, футбольного чемпионата тебе тролли вообще, а не как бы это… Трое юнцов 19-летних комментировали чемпионат мира по футболу в прямом эфире на тогда еще ОРТ «Казахстан». Это было забавно. Ну, да, да. Ну, интересно. То есть, я в футболе шарю и шарил. Я знаю, Серега Релян обычно комментирует футбол, а тогда что-то его типа не позвали. Не, он, в смысле, на другую контуру немножко пахал. Вот. Хабар немножко по-другому тогда. Как-то вот у них были дела. Вот. Ну, и в дальнейшем, то есть, как бы пошло-поехало. А потом я переквалифицировался из спортивных журналистов в обычные, на русском радио работал. А потом меня, бац, и позвали в Мэнс Хелс. Угу. Я пришел. Это было лето 2007-го. Нет, 6-го, когда он только запускался. Ну, вроде как, не понравилось начальству тем, что я молод. Мне было не то 23, не то 24. Угу. 23, по-моему. Вот. Ну, и сказали, мол, все нормально, все хорошо, но молодой. Куда тебе еще главным редактором быть? Ну, ладно, без проблем. А потом через год позвонили, и ты повзрослел, спросили. Я говорю, да. И я по себе понял, потому что когда мне впервые на интервью вот этом вот, как он называется-то, когда на работу устраивает, на собеседовании спрашивали о том, каким ты себе представляешь читателям Мэнс Хелс. Я там рисовал образы, там роликсы, там костюмы, все дела. Вот. Все такое. А через год у меня уже и само умышление поменялось. Я уже описал так себя и про канал. Вот. Одним из главных вопросов было, что надо сделать для того, чтобы раскрутить журнал, допустим, доступным самым способом. Ну, я сказал, в каждый бесплатный туалет по экземпляру поместить и будут читать. Ну, видимо, так и есть. Ну, с тобой поспорят сейчас. То есть, однозначно в тех же комментах. Потому что, ну, существуют же такие вещи, как позиционирование. Я понимаю, туалетное чтиво, некое у нас вот сложилось мнение, что это нехорошо. Почему нехорошо? У меня, допустим, сейчас Кундера в туалете лежит. Ага. Вот. Я читаю с удовольствием. Кундера? Ну, писатель такой чешский. Да? Да. Милушка Кундера. Я просто не в тренде живу. Я тоже не в трендах. Абсолютно. Ну, Кундера это какой-то модный, да, наверное? Нет. Это мы один раз Полякову прикололи. Сидим, Ленку, он ей привет, если вдруг увидит, она сейчас в России там двигается. У Полякова же она такая мадам эпатажная такая. И, ну, вот мы сидим с тобой, и вот Ленка сидит. Я говорю, слушай, а ты читал Андрюху? Ну, там, фамилию твою говорю. Ну, я не говорю, что это ты. Я говорю, что это автор. Я говорю, читал Андрюху. Она говорит, а что за писание? Я говорю, блин, ты что? Андрюха же? Ты это Андрюха, блин. Она такая, а, да, 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 да. Вот во втором. Помнишь, Томми? Там вообще лоджик. Она такая, да. Ну, вот. И потом... Чего-то припоминаю. Да, да, да. В общем, она полчаса нам тоже рассказывала, что писал тут Андрюха. Потом мне сказали, что Андрюха это вот. Вот. Ну, Полякова такая. Ну, она нехорошо выразилась в наш адрес. Вот. И грязно, можно сказать, выразилась она в наш адрес. Но Ленка прикольная барышня. Я не знаю. Мне единственное, то есть, я вот еще почему думаю, что, как сказал Еликбаев, журналом потихоньку приходит кирдык. В скорости они проигрывают. В сумасшедшем... Расскажу. Может даже приоткрою небольшую завесу тайны. Давай. То есть, мы в данный момент трансформируемся в электронные версии. Ага. Но они будут существовать наряду. С печатными. Конечно. Ну, это нормально. Это нормально. То есть, это практика, это может быть требования какие-то современные. Как можно сразу индустрию похоронить? То есть, так не бывает. Она будет умирать долго в конкурсиях. То есть, так не получится, что прям сразу. Мне интересно, как еще с телевидением сложится тоже судьба. Потому что оно сейчас по определенным параметрам тоже начинает уже проигрывать интернету. То есть, по... Допустим, сейчас уже... Я не знаю... Какой вменяемый человек смотрит казахстанское телевидение? Ну, казахстанское, не казахстанское, да вообще телевидение. Я вот из всего телевидения вести смотрю. Допустим. То есть, я просто, чтобы быть в курсе... Ну, вот мне подача вестей новостных, да. То есть, ну, мне она более-менее такая близка. Чтобы понять, допустим, наши казахстанские новости, ну, я на сайт хожу. Вот. Наши новостные. То есть, и в принципе, мне вот этой информации достаточно. Фильмы уже мы смотрим скачанные давно, да. То есть, либо ворованные на пиратских дисках. Ну, там можно купить лицензионные. То есть, пожалуйста. Не страшно. То есть, все потихоньку вот это вот куда-то уходит. Просто мне вот интересно. Я вот чувствую это, как медийный человек. Я чувствую, что... Потом, понимаешь, вот эти журналы... Мне кажется, вот я в последнее время очтиво... То есть, вот... Хочу каких-то мыслей. Интересных. Да, ты знаешь, неинтересных ключевое слово каких-то. Ага. То есть, потому что они что-то в последнее время вообще как бы пропадают. Мысль, она такая, она тебя дотрагивается прям. Но вот когда я открываю вот эти всевозможные журналы, я еще раз говорю, вот не говорю за Манс Хелс. Почему? Ну, я его пробегал пару раз. Я вот глубоко не могу сейчас его отдавать оценку. То есть, понимаешь... В смысле, ничто не зацепило? Клиповое такое вот, понимаешь, клиповое, такие картиночки, да, там вот такой короткие такие обзорчики, да. Вот есть у тебя в журнале там философские там вещи? Вот мужики же, да, ну, читают. Ну, да. Там по сценарию положено думать о судьбах мира, да? Ну, кто еще, как не они? Есть. Есть у нас такая еженомерная рубрика «Мужской разговор», где какая-нибудь тема берется и со всех сторон обсасывается. Суицид, грязные носки, женщины, ну, так обычно. Все. Не знаю там. Ну, суицид – это философская тема, а грязные носки... Тоже философская. Ну, тоже, да. А женщины? Что, если по избу? Да. То есть, о таких вещах мы говорим. Мы не заумничаем никогда. То есть, я вообще противник этого. Надо быть максимально доступным и близким человеком. Потому что человеком правит интерес. Вот. А когда кто-то там начинает понты гонять, колотить, это неинтересно. Потому что это неестественно, это отталкивает. И зачем вообще это? Есть, конечно, определенные... То есть, ты не боишься, ты сленгом разговариваешь, ты не боишься, что... А мы на сленге даже и порой материалы пишем свои. Вот так. Конечно. Просто, ну, я знаю, вот есть в интернете целая такая категория лиц. Они скажут, блин, да что это за журналист? А что он заканчивал? Ну, смысл? А что? Это стереотип. Он сидит, понимаешь... Ведь главное не то, как я выгляжу, что я сейчас делаю. Вы сядьте на карты, они нам сейчас скажут. Припади. Ну вот, припади на карты, да. Нет. Это не главное. Хорошо. У нас сейчас такой формат беседы, поэтому в данный момент мне хочется быть таким. Мне кажется, я имею на это право. Да, мне нормально, я это... Вот поверь, я... Ну, хорошо, я говорю это туда. Я абсолютно себя комфортно чувствую. Я просто, понимаешь, вот... Очень много, как бы, вот этих цензоров в интернете, да. То есть я, как бы, всегда к этому легко. Знаешь, как меня мочат? Меня из номера в номер этого чеснока, да, там... А меня всяк разно там ноги вытирают. Ну, это же классно. 42 программы, я уже привык, да. То есть, если честно, ну, иногда какие-то новые краски туда вносят. Мне кажется... Слава, это хорошо. Это же лучше, чем когда тебе ничего не испытывают. Когда публика остается равнодушным. Так прикольно, я считаю. Это интересно. Меня тоже очень часто мочат. На Розыбакиево около Меги висит билборд, где я уже год примерно там нахожусь и посылаю такие флейды. Не кури. То есть это антитабачная компания. А когда видят меня люди сигареты, спрашивают, Жарков, а зачем ты там людям неправду говоришь? Я говорю, почему неправду? Я действительно негативно отношусь к сигаретам. Я понимаю, что это плохо, это вредно. Вот, но я курю, это мое личное дело. Хочу курить. Мне нравится. Нет, вообще там Мальс Халл сидит, курит. Красава вообще. Ну, а что? Что в этом такого? Я против, я понимаю, что это плохо. Ты понимаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь, но я думаю, по моим ощущениям, что выгодят. Я вообще не знаю, как не выгнали до сих пор. Значит, судьба. Нет, ничего страшного. То есть, просто, понимаешь как, что у нас вот это в обществе чрезвычайно вот эта самоцензура внутренняя, она просто до каких-то там немыслимых, как бы этих, понимаешь, и скажут, что да что это такое? Ну, что это такое? Журнал называется там фактически здоровье, да, там здоровье мужчины. Понимаешь, он сидит, блин, и пропагандирует на, блин, сотни тысяч человек, блин, как он, блин, травится, блин. Что это такое? Хорошо, я тушу сигареты. Да нет. Ты надавил на мою совесть. Выгонят по-любому уже, блин, понимаешь? То есть, как бы, нет, ну, ты пойми, вот, я, а мне вот, знаешь, мне вот это вот не очень нравится. Знаешь что? А мне не нравится, что выгонят. Мне тоже не нравится. Мне не нравится. Вот я вот с этим, блин, не согласен, да, что вот куча вот этого народа хором поет, да, де-факто то, что, ну, им по большому счету скормили там масс-медиа те же самые. Понимаешь? Вот хором мы поем. С другой стороны встает вопрос, ладно, блин, эти песни плохие, спойте хорошие. Да, вот тут сложно, потому что нужно предложить заменители. Ну, не знаю. Да я тоже против курения. Ну, как его бросить-то будет? Вот. Ну, у меня, видишь, у меня чеснок, блин, программа называется. То есть, мне как-то легче. У меня вообще блог, блин. Я говорю, то есть, блогеру, ты посмотри, вот, какое дерьмо люди в блогах пишут порой. Люди пишут сплошной копипаст, да, там, ну, я не знаю, 80% копипаст. Знаешь, сколько мне копипаст? Копипастят. Вот это вот самое ужасное. А ведь есть, там, элементарные способы проверки, даже не надо порой. Предложение вырезать, в Google вставлять и проверять. Да, все так. И тут же вываливается. Конечно. Я с двумя главными редакторами двух журналов познакомился так. Вот был АД журнал про рекламу, сейчас он куда-то благословенно кончился, по-моему. Сгинул? Да. Вот. Ольга мне звонит, здрасте, здрасте, Слава. Я прочитал, мой автор принес вашу статью под видом своей. Я хочу с вами познакомиться. Ну, мне было так приятно, если честно. Я написал какую-то статью называлась, какую траву курят маркетологи или апофеоз рекламного тупизма. Ну, где я как бы вывел, что люди не понимают там, ну, некоторых вещей вообще. Да, то есть, вот они просто, ну, тупят, короче, да. Вот. А эта такая, не сильно заморачивалась, поменял название, ну, такое поприличнее и пульнула ее. Это же так же, как ты говоришь, она в гугле ее пробивает, естественно, вываливается ко мне на сайт, да, где копирайт стоит. Ну, смешно было. Ну, вот. И еще там с одним небольшого такого тоже издания тоже там этот. А вот и отсюда вопрос. А как по твоим ощущениям, я очень мало вижу пишущих людей вокруг себя. Что за хрень, Андрюш? Правильно совсем много. Еще очень мало читающих людей. Мне кажется, вот здесь вопрос. Серьезно, вопрос. Что раньше появилось, курица или яйцо? Пишущие люди или читающие? Я думаю, что это две неразрывно связанные вещи. Мысли. Абсолютно, я согласен. То есть, чем меньше читают, тем меньше пишут. Или наоборот. Это проблема. Найти хорошего автора – это большая проблема. Очень много присылают ежедневно, ежемесячно, еженошно. Ну, я же знаю, тоже там платите вы копейки. 100 баксов вы платите за статью. Ну, хрена, вот я буду тебе в журнал за 100 долларов писать. Ну, что, я больной совсем, что ли? А за 150? За 150 тоже не буду. Закасаю, что-нибудь напишу. Мне не жалко, в смысле, чтобы понятно было. Вот я тебе объясню, да. Я, наверное, что-нибудь бы мог написать, там, допустим, для вашего журнала, если сильно постараться. Но, ты понимаешь, как бы, ну, мне за 100 долларов не хочется напрягаться. Потому что это же дело серьезное – писать. Ну, вот лично для меня. То есть, надо вникнуть и в умолчаться. 100 долларов для меня – это не замануха. То есть, и де-факто получается, что ваши все журналы пишут, огромное количество вот этих полужурналистских, полулитературных, но ключевое слово – негров. Потому что пером у нас зарабатывать абсолютно безобразно и абсолютно невозможно. Хотя вот хренушки на сегодняшний день, если люди могут делать хороший контент, их на нормальных сайтах, их с руками оторвут. И смогут они зарабатывать. Просто там чуть-чуть апгрейтить надо. А я знаю кучу вот этого народа, который ходит вот под этим издательством, вот сильно, вот у Ильфа и Петрова, я считаю, абсолютно замечательно. Понимаешь? Было это прописано, что он шел, блин, сначала в газету вот этот звонок какой-то, да, там потом в газету «Станок», потом в газету «Харчок», короче, и везде там носил свои там ребусы, там или вот это, помнишь, там «Служил, говорила дровосеком, говорили аду». То есть он продавал в каждый журнал, он писал такие как бы дебильные стихи, да, то есть и в каждый журнал там про экономику. «Служил, говорила там, я не знаю, дружно в банке, говорила цифру там и считал». То есть и сейчас вот эта куча народу, они что-то пишут, вторые что-то читают, то есть и куда катится, блин, этот как бы мир, блин, да. То есть, ну, я вот, почему сейчас, мне кажется, народ начал отваливать в тот же интернет, потому что там вот эти очаги какой-то мысли, блин, все-таки существуют. Ты понимаешь? Ну вот. А вот эти монстры, я не знаю, где я, я вас понимаю, блин, вот как им перестраиваться? Там машина, блин, куда ее, да, то есть это что там, господи, наш казахстанский офис, что он может там решить, блин? Очень много авторов по такой схеме и работают, которые штампуют материалы, отправляют во все издания, что выстрелит, что выстрелит. И в конце месяца там получат гонорар оттуда, 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 общая сумма наберется. Сэляви. Ну вот коса они этот заработают там раком-боком, блин, в лучшем случае, это самый оптимистичный прогноз. Поэтому, у меня такой подход, чтобы к нам журнал, Man's Health, писали люди, которые горят идеей. Может быть, ну как-то это я понимаю, немножечко сейчас не укладывается в голове, потому что там такой век, деньги, все дела необходимые и все такое. Они у меня укладываются, я за идею. Есть у меня прям вот знакомые журналисты, которые с удовольствием пишут. И деньги, и деньги не на первом месте. Ну понятно, ну ты понимаешь, ну посчитаем, что тоже надо, блин, платить. Я понимаю. То есть, вот если бы, допустим, платили в каком-то журнале, вот это, кстати, нормальная маркетинговая фишка. Как можно убить, да, там, все остальные журналы. Допустим, вот я могу сказать, что Елибаев, опять же, передадим ему привет. Он начал платить фотографам нормальные гонорары. Я, насколько знаю, на Voxy 60-80 тысяч, бывает дороже. То есть, он платит авторам за фоторепортажи, да. За эти деньги можно уже немножко заниматься каким-то творчеством. И понятно, что какому-то там левоватому фотографу в Vox попасть просто за счастье, да. Ну это понятно. Так же, как и в твой журнал. То есть, и он будет потом ходить и говорить, посмотрите, вот я печатался, да, там, ля-ля-ля. Но вот те люди, которых ты хочешь, то есть, которых ты, как бы, да, там, ну ищешь, алчишь, там, и прочее, прочее. То есть, вот им платить надо по-человечески, да, там, за материалы. Ну а что у вас? А сколько у вас разворот стоит? 350? Ну, по знакам. По знакам? Или про рекламу ты спрашиваешь? Про рекламу. Он же до хрена стоит, понимаешь? То есть, как бы, ну а что? Ну понятно, что там себестоимость есть, там, редакцию надо содержать. Ну, блин. Ну, не знаю. А что сейчас рекламодатель? То есть, а какой вот рекламодатель у вашего журнала? Мне просто интересно. То есть, это… Слава, вот это вот, вообще, не то, что не в моей компетенции, мне это даже не интересно. Вот так вот? Да. Хорошо, давай… Контент. Давай не будем об этом говорить. Давай о контенте… Нет, мне вообще… Ты регулируй, то есть, я… То есть, коммерция, я туда не лезу. Я… В этом, в этом плане, я абсолютно не коммерческий человек, я творческий. Меня эти вопросы даже тупо не интересуют. Ну, я это… Просто профессиональный рекламщик. Я понял. Ну, я знаю, что, допустим, в глянцах средневзвешенная цена где-то 1200, а четвертый внутри номера, да, то есть, и разворот 300-400 тысяч стоит. Ну, вот, обычно, да, то есть, вот это у такого, ну, вот, приличного уже журнала, который там с позиционированием, там, бла-бла-бла, типа модный, короче, там, ну, такой узнаваемый. Вот. Другой вопрос, что… Вот, опять же, по рекламным, да, вот этим, если на сайт ходит тысяча человек в день, сайт имеет, а это весьма скромная посещаемость, вот, по интернетным меркам, смотри, какая просто интересная статистика, то получается, за месяц проходит порядка 40 тысяч уников, вот. Тоже три журнала, аудитории. Смотри, журнал, 15 тысяч экземпляров. Да. Каждый журнал попадает в среднем, в пять рук, в пять пар рук. 15 умножай на пять. Пал, это, пять, пять, семьдесят пять, получается, тысяч. Ну, пока больше. Пока. А когда у нас еще будет поддержка в качестве… Не, ну, на тот же ВОКС ходит две с половиной, три тысячи, четыре тысячи, там, и перманентно. Это хорошо. Это просто необходимая, неотъемлемая часть своей жизни. Да. И тогда мы все туда ломанемся. Уже самый прогрессивный народ там сидит, но есть еще люди, которые очень плохо знают, что такое интернет. Согласен. Тем более, в нашей стране таких, ну, наверное, большинство пока. Не согласен. Ну, если Алма-Тур, более-менее города брать, то да. А если, не знаю, там, Бабуиск… Два миллиона человек ежедневно посещает Казнет. Отсюда, оперируя этими цифрами, я почему, как бы, владею, потому что у меня через одного идут у нас ведущие деятели Казнета, которые делятся, как бы, со мной, с нашими зрителями этой информацией. Вот посчитай, из шестнадцать миллионов людей, из них, как бы, ну, такой… Бабушек. Работоспособные, да. Дедушек убираем с детьми. Восемь, там, шесть, семь, да, такой, а вот такой вот плотно работающий, допустим, который тебе интересно, можно свести, там, до двух, там, до трех лямов. Так вот, эти два-три ляма на сегодняшний день каждый день ходят… Ну, вот видишь, ты мне такие цифры сказал, мне это было неизвестно. Я думал, что все, максимум это полтора миллиона. Нет, нет. Ну, уже… Растет цифра. На самом деле, я, как бы, горжусь этой цифрой и рад, что и я в этом строю тоже нахожусь. Нет, замечательно. То есть, и я просто заметил, что сейчас, как бы, думающие люди, они уже все, они пошли. Потому что, ну, там реально можно найти себе, как бы… То, что ищешь. И собеседников можно найти при желании, и какие-то интересные вещи. И время можно убить. Ну, короче, вот, всем сестрам по серьгам. Вот. Я вижу, тут очень сложно. Получается, вот, допустим, если сейчас со стороны смотреть, да, ну, это неправильно, возможно, да, там, говорить с главным редактором журнала, да, о преимуществах. Но я же не говорю о каком-то конкретном сайте. Я говорю вообще о феномене, о явлении. Потому что, ну, с ним что-то сделаешь. То есть… Давай, давай вообще о журнале поговорим. Давай. То есть, как в таком журнале ты меня ничего не спрашивал. Вот. Что, что тебя интересует? Ты говоришь, ты не знаком с глянцем. Не знаком. Давай познакомлю. Меня интересует, то есть, вообще, их, их, неправильное слово, их… Вот я говорю, давай чуть-чуть о философии. Вот меня интересует философия. То есть, я в последнее время, если у продукта нету философии, то есть, для меня это… Продукт тебе не интересен? Вообще не интересен. Продукт не продукт? Не продукт. То есть, мне нужна философия. То есть, продайте мне тогда философию. Потому что это очень важно. То есть, зачем я… Не важно 4 доллара, да, вроде бы недорого. Ну вот, но… За философию ты готов отдать такие деньги? Да я и больше могу. За философию. Многие умереть готовы. Чего уж там. Ответишь 4 доллара. Это хорошо. Философия. Ну, ты вот за философию согласен с работой уволиться. Да. В смысле? Причем здесь 4 доллара. Перетерплю. Причем 4 доллара. Ну, тут как бы… Философия – великая вещь. То есть, философия… Интерес – это часть философии. То есть, два нераздельных понятия. Вот. Мы, естественно, как бы стараемся привносить философию. Может быть, не всегда это удается, но по большей части это именно так. Нет. Ну, вот какой вообще месседж такой вот журнала? То есть, у него… Что вот он несет людям конкретно? Вот много мужчин, тысячи мужчин во всем мире. Живи, узнавай. Слоган это, да? Ну, не слоган. Ну, можно так сказать. Живи, узнавай, интересуйся. Кайфуй. Делай все так, как ты хочешь, но не забывай о своем здоровье. Потому что не будет здоровья – не будет ничего. – про авторов говорили. Можешь вот какие-то интересные сюжеты вот из последних там журналов рассказать, которые вот лично тебя вот… Тронули. Тронули, как-то задели, да? То есть, потому что не бывает же, что всем, все интересные, То есть, ну, вот лично для тебя. То есть, вот ты как редактор, как человек, который как бы определяет где-то, который стоит на шлюзе. Это же много. Зависит от твоего вот этого видения, взгляда. То есть, вот какие сюжеты вот можно там, допустим, вот из последнего номера. Вот сейчас мы попросили у вас показать номер, а выяснилось, что вы его цинично весь продали. Даже вот и показать-то… – Особо нечего. – Ну, ничего. Жизненные истории. Мы часто это у себя освещаем. Когда люди там по определенным причинам каким-то не могут ходить, бегать, не знаю, не чувствуют вкусовых ощущений, когда едят гамбургер или еще что-то подобное. Вредно, невредно. Они это не знают. Вот. И вот эти люди, они с этим живут. А то, как они живут, мы это не знаем. И когда это выливается на страницы журналов какие-то истории, это не плаксиевые истории, не для людей с нежной психикой. Это жизненные истории. Очень много людей, которые там лишены чего-то. И живут с этими лишениями очень полноценно. То есть, это о жизни. Это жизнь. Я люблю, когда материал о жизни. Меня это очень сильно трогает, впечатляет. В этом есть философия, несомненно. Я люблю, когда мы затрагиваем темы путешествий. Когда, ну, вызов сам себе поехать на Антарктиду, да? В Антарктиду. Такие есть, да, там репортажи? Есть репортажи. Или там куда-нибудь в тайгу. Все мы знаем, что в тайге там, может быть, не проживешь там тебя медведь за углом съест, встретит. Там мошки скорее сожрут, чем медведи. А когда такие вызовы есть, для меня это интересно. Я считаю, что если я в каком-то выпалом несчастья определять в какой-то мере политику журнала и контента, который находится в этом журнале. Вот. И я делюсь своим вкусом с читателями. И читателям это нравится. Это хорошо. Это тоже философия. Согласен. А чем ты руководствуешься? А еще я тебя перебью, не договорил. Да, перебивайся. Допустим, за практически 4 года работы в журнале Мэнс Хеллс я для себя очень много информации получил о том, чем мы питаемся. Вот, допустим, ты знаешь, да? Что тебе надо для того, чтобы у тебя днем было хорошее настроение. Некий гормон, который вырабатывается в мозге, называется серотонин. Но этот гормон не будет вырабатываться без мелатонина, который, в свою очередь, вырабатывается во время сна, в ночное время суток. То есть, вот такие мелочи. И чтобы как-то подстегнуть выработку какого-то гормона в твоем организме, тебе там достаточно съесть пучок петрушки, к примеру. И вот, когда ты начинаешь владеть такими знаниями, и ты приходишь в магазин, берешь там всякие травки, фруктики, овощи, рыбу, начинаешь это готовить и получаешь кайф в тот момент, когда это начинает работать. Ты это приготовил, съел, а потом смотришь на себя. Действительно. Ведь все мы не безгрешны. Пьем, курим по выходным, я не знаю, еще прочие радости жизни на себе испытываем. Страдает наш организм, печень в первую очередь, главный фильтр. И когда вот это все при помощи журнала ты узнаешь и начинаешь так жить, это работает, и это хорошо. Все бывает. То есть, это прекрасно. И даже когда там какую-нибудь заумную передачу для очкариков смотришь, вроде своя игра, какие-нибудь вопросы выплывают, а ты уже знаешь ответ. Мелочи приятны. А ты вот сам из последних книг надо полагать, что… Я публицистикой в последнее время увлекся, также историческими какими-то темами. Я недавно перечитал всего Старикова. Это российский историк, который пишет о революционных делах, военных действиях, о всех этих подковерных течениях, об Антанте и так далее. То есть, мне это интересно. Когда я год назад сломал ногу, в четырех местах был жуткий открытый перелом, на мотоцикле прокатился. Если скажу где, ты будешь смеяться. Скажи где. В Индии на Гоа. Ну нормально. Я пять месяцев пролежал в гипсе. Ну, кстати, на работу из этих пяти месяцев четыре ходил. Вот. И у меня было свободное время почитать. И я вот прям раскрыл для себя Старикова. Мне было интересно. То есть, я понимаю, что там некая пропаганда сидит в нем. Такая, знаешь, это некий комплекс человека, обиженного там большим миром. Вот. Но это интересно. То есть, я узнал еще одну точку зрения. Я хочу, чтобы так же люди не стеснялись открываться, узнавать чью-то точку зрения. Ведь, возможно, она интересная. А когда человек закрытый, не впускает в себе никакую информацию, это плохо. Ну, согласен. Открытый он может не только впустить, он может и поделиться. Один из канонов бизнеса, как вы видите, что он самое главное, по-моему, сейчас держать мозги открытыми. Open mind. Да, open mind. Ты, кстати, на английском как это? Ну, кумекаю. So, so. So, so. А что тебе награда понесло, расскажи? То есть, ты по каким-то идейным соображениям там глаз какой-то третий открывать в Индии поезд? Нет, абсолютно. Или так просто? То есть, я там уже был три раза. Ага. Но это уже, кстати, не… Да, это уже говорит о чем-то. Ну, конечно, да. То есть, просто я сплавно хочу подвести читателей Мэнс Хэлса, что книг главную и так вообще… Нет, вот как раз таки без этого. Я шучу. Ты знаешь, индусы – они очень удивительные люди. Как? Индусы – удивительные люди. Удивительные? Да. Они очень открытые, такие, какие есть. То есть, если это улыбка, вот в наше даже время, в наших странах уже улыбка чаще. Натянуты. А там еще вот это вот сохранилось. Естество. То есть, если это радость – радость. Если это ненависть, то это ненависть. Но в Индии ее очень мало. Ну, почему так? А я не знаю. Потому что open mind должен быть, а его мало. Но ты как думаешь, почему так? В Индии? Нет, здесь. А, что мозги закрыты? Да. Ну… Потому что много комплексов, я думаю. Ну, комплексов… Много страхов. Не учил никто их открывать, прежде всего. А мне кажется, этому не надо учиться. Просто это однажды было очень так сильно забыто человечеством. Согласен. Вот. Нет. Вот наши 70 лет советского времени… Консервации. Они больше пропагандировали физику, математику, ядерщиков, там, я не знаю, там, военных. Если внимательно присмотреться, психология, философия, они были задвинуты в тень, как ненужные науки. То есть, и сейчас мы, я считаю, пожинаем как бы плоды этого задвижения, что у нас и физики, и ядерщики пропали куда-то. То есть, нет у нас вот этих философов. Назови мне казахстанских философов. Хорошо, казахстанских не надо. Назови СНГшных философов. То есть, тех людей, которые нам принесли какие-то новые идеи, какие-то дали нам новые мысли. Окей, называйте канонических психологов российской школы, кроме Леви, пожалуйста. То есть, Леви – это единственные там узнаваемые, да? То есть, вот. И вот и получается, это к вопросу, почему мозги закрыты. Потому что эта тема, она была никому не нужной очень долгое время. И выросла там тысячи поколений. Следующий огромный институт по работе там с душой, с психологией, это церковь. А ее тоже 70 лет не было. И вот только сейчас это все поднимается. И где-то начинают открываться мозги, где-то начинают открываться души. Ну и так же мы продолжаем. Такие люди, как мы с тобой, мы это ищем. Ищем везде, на стороне, в той же Индии, еще кое-где. Мы это ищем. Может быть, находим не всегда, но… Ну, меня, знаешь, мне немножко вот это, как бы… Я почему-то… Ну, вот есть же у тебя такие вещи, что ты вот говоришь, вот Индия, да? Ну вот, к примеру. В смысле, а там где-то тоже тренд Индия, Ореола, Йога, модно. Не-не, это ты сейчас, у тебя вывалились доступные файлы, общеизвестные. То есть это понятно. В трешах. Да. Да, укидывай. То есть… А вот, допустим, вот Индия, допустим, тебе говорят философия, и это какая-то для тебя такая краска, глубокая какая-то. Вот для меня Индия, я вот что-то там слышу, вот при этом, вот что-то там есть, но меня немножко вот… Немножко вот как бы… Пугает. Не пугает, а вот… ну и не тянет. Отталкивает. Вот не тянет. Вот понимаешь, что… А ты был там? Не был. Ну вот съездим. Так вот то и не было, что вот не тянет. Ты понимаешь, что как бы… что там… Индия – это из самых дешевых стран по поездкам туда можно… Девчонки, я знаю, работали там в рекламном агентстве, они туда там… Чуть ли не автостопом… Пачками ездили. Да, чуть ли не автостопом в эту Индию… Ну вот смотри, ты веришь в случайности? Ну, может быть, в то, что они не случайны, или в то, что надо расслабиться и просто получить удовольствие, довериться моменту. Вот впервые в Индии я оказался так. То есть, буквально там… Ты не курил, блин. Я не курил. Я закурил год назад, когда сломал ногу. Нет, это джубас, я имею в виду. Там же все моменты, как отдают… Ну, нет. Не скажи. Кому что надо. Я считаю, что это иллюзорное представление. Гуа – это наркоманская мекка. Поправь меня. Есть северный Гуа, который приличный. Есть южный Гуа. Наоборот, ты перепутал. Ну, сори. Я не очень владею. Но это общепринятое мнение. То есть, это не все так. Я, как обыватель, рассуждаю. Как обыватель. Я тебе расскажу. Каждый едет туда за тем, что хочет. И все, многое зависит от твоего багажа. Что у тебя вот здесь. Вот здесь, вот здесь, под коркой. Ты можешь по легкодоступному, общепринятому мнению расслабиться и получить такое удовольствие. А можешь просто созерцать, ходить, смотреть, видеть, наблюдать, как это все происходит, как люди живут. И получать свой кайф. Ну, нет. Там есть и другие люди. Местные. Я не могу объяснить. Это, наверное, что-то такое за гранью фантастики или моего личного представления. Но, действительно, там существует некая энергетика, которая материализует твои мысли. Если эти мысли пришлись к моменту, к этому месту. Ну, мысль-то материальная. В целом, да. Понятно. Но там это все в некой такой, знаешь, концентрированной форме происходит. И прям вплоть до того, что там выехал на трассу, у тебя бензин в байке закончился, да откуда-ниоткуда возьмется индус с литром бензина, придет и заправит и поможет. Как? Не знаю, но работает. Да, перелом твоей ноги это знак, Андрюха. Сто пудово. Такой маяк конкретный. Причем он случился, знаешь, на третий день отдыха и остальные две недели. Ты просто созерцал. Я понял, почему ты все время созерцал, потому что ты в гипсе всю дорогу был с открытым переломом. Но, видать, так надо было. А вот то, что ты сейчас рассказывал, со мной аналогичный случай произошел по дороге из Алматы в Астану на трассе, не доезжая Балхаша. У меня был тогда праворульный галант. И там подвеска достаточно сложная. Два на передних колесах. Два рычага снизу и один сверху. То есть получается в общей сложности шесть рычагов. И у меня один из этих рычагов лопнул. Ну, что делать? Я в степи. Там, не знаю, километров сто никто не живет. Там километров сто никто не живет. И я сижу, сижу. Где-то через часик машина тормозит. Что, браток, случилось? На Мазде дядечка. Я говорю, да так и так рычаг лопнул. Он такой, ща, погоди. Пошел. В багажнике покопался. И вытащил такой же рычаг. Только бэушный. Откуда у него на Мазде рычаг для галанта? Ну, это прям мистика, да? Ну, это мистика. Но бывает. Без крыльев был хоть. Ну, это, шучу я. Может быть, у него НИП вот здесь вот был. Не-не. В кепочке просто был, не заметил. Ну, знаешь, вот как бы все всегда удивляются. Да, почему мы там, может быть, не очень много говорим там о предмете разговора. Потому что, ну вот тоже, я вот с этим тоже не согласен. И ты меня сейчас где-то поймешь, да? Ну, пришел главный редактор там классного журнала, да? Мэнс Хаус. Ну, блин, ну сколько, ну что? Ну, мне интересно с ним поговорить вот про Гуа, да? Вот мне интересно так. Ну, это ж мой блог, блин, да? То есть, ну, здорово. Кто-то другой спросит о творческих планах вашего издания, да? Там, куда вы планируете. Но тебя это тупо не интересует. Ну, вообще ни разу, да? То есть, я рад за ваше издание, вам всем пятерка, да? То есть, ну, мне, я абсолютно уверен, что найдется сегодня очень много людей, если ты вот как говоришь, что вот такие публикации, да, там, ну вот получается, что ребята делятся. Слушайте, а очень прикольные ногти. Да, это у меня в детстве в милиции в дверь зажимали, то есть, но я не сказал, где коробок. Вот, то есть, я воспаление легких просто на ногах перенес, и вот так получилось. Ну, вот. Это многим, наверное, уже на сороковой программе ты первый спросил. Молодец, все сдерживались. Вот, выгоните Андрюха с Мансхоуза. Вот сорок человек до тебя. Они не задавали этот вопрос. Но это и хорошо, то есть, безумству храбрых поем мы песню. То есть, по моим ощущениям, то, что живой человек находится в издании, которое несет людям мысли на шлюзе, это очень хорошо. И давай, чувак, прибудет с тобой сила. Вот. Вот, хорошо. Продолжение следует...